вы тренировались эльмира сегодня море смотрите вообще супер прям красивый цвет так вот они блюда наши это что салат из морепродуктов вот салат я вам говорю откуда приехал из алматы в казахстан назад хочешь уважаемые подписчики гости канала парадайз мы с никитой все-то слабенько надо было еще четыре с половиной друзья всем привет сегодня у нас трио сегодня сегодня не будет про недвижимость сегодня хотим показать вам как город ожил как больше нет карантина как все люди вышли как открылись пляжи кафешки рестораны хочу поделиться с вами все правильно хочу быстрее повернуть камеру смотрите какая красота расскажите что за место вообще людям это самый центр порт лиман так золотая середина по ту сторону горы это получается пляж клеопатри а здесь самое сердце алании это достопримечательность кизил кале то есть красная башня а крепость вот она вот здесь же вот эта улица да где очень много ресторанов баров всего остального ночью здесь вообще весело да будет когда люди приедут отдельно да будет ночной выпуск конечно же фото сейшн в стиле как вот эта женщина у которой вы тренировались эльмира что друзья мы запарковались за 5 мир самом центре клеопатры такая здесь красотища сейчас вот работает сейчас ведущий ведущая все расскажет что то живет в алании кто приезжает всех нас вместе взяток да да сегодня море смотрите вообще супер прям красивый цвет так мы друзья идем дальше и товарищ ведущий хочет нам что-то здесь поведать в центре города где мы сейчас находимся на клеопатри у нас также есть наш музей театр то есть культурный мини городок именно здесь находится также администрация города алании заботится своих животных и здесь построены специальные дома для бездомных кошек пентхаусы и дуплексы маленькие домики кстати животным здесь очень хорошо живется слушай я даже видел что когда карантин был но людей нет и полицейские кормили специальных котов ездили ну молодцы да что-то хотели добавить только за кратик на глазах ленщик да вы здесь кошек любят кстати кошек да кстати кошек здесь больше чем собак чипируют то есть чипирование 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 еще кастрируют чипирование началось а он кстати уже работает три года и уже мэр города опять же позаботился да выкладись информации не зря его ведущая да но здесь соответственно улица кафешек ресторанов там да куда мы собственно и направляемся очень вкусный ресторан по ценникам но ценник я бы не сказал что здесь дешево но все-таки ресторан хороший ресторан мы уже здесь кушали здесь вкусно в принципе ну примерно ценник вот такой умножаете на 10 получится у вас рубли кто смотрит из россии здесь сядем ну давайте салат с курицей то есть сезар 40 лир стоит но там порция будет друзья огромен эльмира у нас на диете салат из морепродуктов я не на диете а на правильном питании извините извините средиземноморский что это салат с авокадо сыр Наталья еще выбирают у нас и города он проплывал не зная собирая сердце лишь кусочки льда сердце лишь кусочки льда а почему это песня то я не поняла под этим видео будет ссылка на сольный альбом Натальи да переходите так вот они блюда наши это что это салат из морепродуктов ну вот салат я вам говорю размер у нас креветки тунец и сибас это вообще это у меня цезарь в простонародье и у Наташи то же самое супер да? супер супер и таким хлебом можно наверное укрыться а это навылочка да александр костан мальчик большой александр хорошо александр мы пробуем Ну все, пробуем? Да, хочу оттуда. Местную кухню. Просто потрясающе. Любимый ресторан, который находится на Клеопатре. Ну, да. Ням-ням-ням-ням. Реально. Вкусно. Так, друзья, мы решили взять интервью у Наташи. Наташа, сколько лет здесь живешь, получается? Пять месяцев. Ну, квартиру купила семь месяцев назад. Да ладно, я думал, ты уже долго здесь живешь. Нет, а уже так кажется, да, это прекрасно. Нет, честно говоря, думал, ты несколько лет здесь. Вот Наташа, да? Я просто быстро осваиваюсь. Где купила квартиру? Махмудларе. Махмудларе. Почему в Махмудларе? Потому что мне нравится этот район. Для русскоговорящих это вообще идеальное место. Мы только что говорили, кстати. Да, идеальное место, да. Все под боком, все понятно. Везде русскоговорящий персонал. Даже если нет русскоговорящего персонала, помогут... Русскоговорящий население. Да, новая ланица. Да, хоть ты говоришь в очереди, да, будет кто-нибудь русскоговорящий обязательно стоять. Да, я тоже в Махмудларе, когда гулял, обязатель. Все по-русски, все в кафе, все по-русски. Ну, то есть адаптация максимально быстро, да, происходит? Однозначно. Правильно. Ну, а как тебе в целом за 7 месяцев назад? Ты откуда приехала? Из Алматы, Казахстан. А, из Казахстана же у нас. Назад хочешь? Нет. Кстати, ни секунды не было сомнений или тоски, или чего-то такого подобного. Класс. Все очень устраивает. А как вот, ты же одинокая, насколько я понимаю. Да, я одинокая. Без семьи, да? Кстати, а сколько у тебя там подписчиков? 20 тысяч. Вот, среди 20 тысяч, обратите внимание. Буду, устроим кастинг. Просто знаешь, пишут... Невеста с квартирой в Алане. Да, невеста, кстати, с квартирой в Алане. Многие просто женщины переживают, есть у них некий стереотип, что в Алане там турок в мешок тебя засунет и в багажник его везет, там, женишься, там. Нет, тут, конечно, мужчины обращают внимание, кстати, они такие активные. Но не навязчивые, тем не менее. Безопасно. Безопасно, да, это безопасно. Ну вот в целом, да, в Алане, я тоже, честно говоря, когда первый раз сюда, еще в прошлом году, думал, что что-то тут, ну, типа, как-то тут неспокойно, знаешь, оказалось вообще, я не знаю, максимально спокойно, вообще, как рай, да, на земле. Я же канал переименовал на рай. Согласна с этим? Согласна. 100%. Что-то еще есть добавить? Приезжайте сюда, переезжайте, переезжайте. Не бойтесь, не бойтесь. Ты мужчин больше зовешь, чем женщин сейчас? Да, всех, собственно говоря. Нет, кстати, между прочим, нет, у меня, кстати, женщина, у меня тоже такова аудитория целевая. Ко мне очень часто обращаются женщины, ну, таких лет, как я, примерно. Ага. Ну, и спрашивают, а как можно ли тут устроить личную жизнь? Ну, в принципе, кто хочет, тот устроен, однозначно. Это как бы еще от наших, наверное, ожиданий, там, да, от наших амбиций зависит. Ну, а так, в принципе, найти не олигарха, но нормального для семьи даже турка, то есть, кстати, очень много таких семей, вполне возможно. Да, население здесь гораздо больше, чем женского. А сами турки, они вот, ну, я не знаю, не как женщина, а так просто замечаю со стороны, что очень они семью, да, любят? Ну, семейное у них очень такое. То есть, знаете как, конечно, среди них много и манавиласов, но, тем не менее, если все-таки турок решил жениться и женится этой женщине, он будет ее носить на руках, но, ну, где-то и в прямом смысле, но в переносном точно. То есть, женщину здесь уважают. У них очень, у них как-то в культуре вообще, что они очень сильно уважают маму. У них мама, это вот как бог. Ну, соответственно, к женщине такое же отношение, детей, да. Понял, понял. Ну, все, спасибо, инстаграм ведешь? Кстати, ну, конечно, веду. У меня там тоже 20 тысяч подписчиков, между прочим. Да ладно, сейчас тогда инстаграм Наташи появится у вас на экранах, подписывайтесь. А, ну, кстати, семейным здесь тоже очень хорошо, не обязательно одиноким женщинам сюда ехать. Я приехала одна. Ну, семейным 100% хорошо, просто вот одиноким вопрос. Да, я приехала одна, то есть, у меня не было никакой мужской поддержки. Я сама нашла квартиру, сама купила, на работу устроилась, нашла друзей, все единомоментно. Сказать, что у меня какой-то социальный вакуум, да, или-то вообще его нет, даже иногда, это даже и чересчур. Уже даже хочется побыть одной. Так что, все классно. Все классно. Но ты неплохо посидел на карантине. А, ну, на карантине все посидели. Да. В вакууме. Нет, ну, знаешь, кстати, карантин в Алане был идеальный. Это лучшего места для карантина найти шикарные балконы, солнце, клубника, ну, в то время клубника, сейчас уже арбузы, я не знаю, то есть, красивые пальмы за окном, цветочки, ну, что еще нужно? Город. По крайней мере, нет, конечно, кто просидел в однокомнатных квартирах по шесть человек и с таким пейзажем печальным за окном, ну, я понимаю, как этот карантин пережили, наверное. Температура плюс 10. Да, ужас. Здесь все супер было. Что касается климат, климат ты не ощутила еще, наверное, жары такой сильные? Я жалматы. А, тебе? Ты адаптирована? Да, у нас тоже жарко, да. Ну, зимой, знаешь как, зимой, с одной стороны, вроде бы в квартирах прохладно. Ну, мне очень надо к этому привыкнуть. А, ну, с другой стороны, снега нет, в любом случае тепло, все равно ты легко одет, но все равно это не зима. И, знаешь, картинка все время зимой, летом одним цветом. То есть, понятно, что, да, сейчас, конечно, тут больше цветов, старников. И сильное море. Да, а море тоже, те же газоны, те же пальмы, фикусы, все такое вечное зеленое, вообще, обалдеть. Давай последний вопрос, как вообще турки относятся к русским людям? Классно. Есть какое-то... Я уже на телевизору на Лане ТВ это говорила. Вот смотри, я эту историю уже рассказывала, тебе вот на канале расскажу. А я приехала сюда в конце декабря, в январе. Ну, здесь так, сезон дождей. Не могу сказать, что это было много дождей, но, тем не менее, иногда он был. Я еще не понимала, какие автобусы ходят из Обы в Махмутлар, и меня подвезли, оставили в Кестеле. Помнишь, в месте ходили, да? Да, да, да. Я оставила. Я оставила на остановке, где нет крыши. Ну, просто вот, столб и написано, дур, остановка. Проезжает автобус. Я вижу, что он пустой, вот как обычно смартфон, да, нет, я вообще не знаю своих номеров. Он проезжает пустой, проехал, остановился, назад сдают. И мне водитель, ну, опять же, может, потому что из Казахстана, я не знаю турецкого. Я поняла, о чем он говорит. Он говорит, так, типа, заходи. Я говорю, нет, в Махмутлар. Он такой, йог. Он говорит, а мне в Махмутлар, все равно заходи. И как бы, уже из диалога я понимаю, он просто говорит, я не в Махмутлар, просто зайди, я тебя довезу до следующей остановки, где есть крыша. Потому что, где дождь, ты промокнешь. Прикиньте. Ну, я считаю, это как показатель. Да, очень много вот таких мелочей, да, реально складываются из них. Вот, общее представление. Реально нравится. Я тогда тоже три года назад приехала. Ну, пришли камеру. Булочную пришла, и у меня была крупная купюра. Я даю деньги. На что мне сказали, у нас сдачи нет, вы принесите завтра. Мне так неудобно. Она отдала мне две булочки. Но мне было очень приятно. А, вот, кстати, да, пока у меня шел ремонт в квартире, да? То есть, понятно, что я там не присутствовала. Ну, и там всегда приходили там то установить какие-то кондиционеры, там еще что-то. Были ключи, можно сказать, у соседки. Ей вставляли пульты, ключи, технику. Всего много мутларов. Да, и причем, да, там кого только... Я еще думаю, господи, у меня эти ключи уже никого там, да, у меня уже кого только нет. Никто ничего не трогал, ничего не исчезло, все приносили там. Так у нас в этом жилом комплексе деньги оставляют на двери за воду. Воду привозят, деньги берут, и никто их не трогает. Ну, все хорошо, сейчас давайте у Эльмира возьмем интервью, я сейчас сюда пересяду. Окей? Спасибо, Наташ. Не за что. Уважаемые подписчики, гости канала Paradise. Мы с Никитой добрые друзья, коллеги, не более того. И не надо нам приписывать, что мы пара, что мы там... Присмотритесь друг к другу. А правда, почему нет-то? А почему нет-то? Кстати, Эльмир, это тоже женщина свободная. Ну, это Наташа пишет. Важаем, пишка. Хорошо. Эльмир, ну, расскажи свою историю. Сколько ты уже здесь, ты снимаешь квартиру, либо аренду... Ой, либо купила, в каком районе живешь, в каком году переехала, ну, и все остальное. Ну, моя история, наверное, банальна. Я переехала сюда три года назад, уже буквально четвертый год пошел. Тоже одна, да, без семьи? Одна, без семьи, одна. И в итоге, по прошествию лет, я перетащила, ну, таким грубым словом, своего брата, его семью, многих друзей, подруг и так далее. Устроилась на работу. Ну, я приехала сначала, отдохнула две недели. Вообще, как я сюда попала? Мои друзья с моего родного города Астрахань купили здесь квартиру. О Алании, об Алании я вообще не знала ничего. То есть, мы всегда приезжали в Биле, Кемер и не более. То есть, когда туроператора я спрашивала, что такое Алания, мне говорили, что здесь нет гор, нет моря, в общем, пустыни и так далее. Собственно говоря, вот горы, вот море, да? И когда я приехала в 15-м году сюда и увидела, что такое Алания, это был март месяц, уже было тепло, хорошо. Хотя у нас в нашем городе Астрахань было там, ну, плюс 10-15, максимум 16-17 градусов. Здесь уже было под 30 градусов. И я поняла, что это теплый край, который мне нравится. Ну, Турцию меня всегда привлекала. Вот. И я переехала буквально через два года сюда уже на постоянное место жительства. Купила квартиру? Нет, я жила сначала на аренде, сняла квартиру. Я долгое время жила в Кестеле. Мне очень нравился этот район. Но в итоге, по прошествию лет, я купила квартиру в строящемся жилье. Ждала, когда стройка закончится. И вот в этом году, в феврале месяце, я живу в своей собственной квартире. А можно добавить про Аланию, кстати? Так. Про вот Кемер, про СССР. Многие, ну, опять же, мы подписчики, ну, либо люди заинтересованные все-таки как-то в Анаталийском побережье. Знаешь так, у них сомнения. Что же выбрать, Анталию или Аланию? А я хочу сказать так, что у нас, Анталия, у всех воспринимается, именно это не город Алания. Мы воспринимаем по вот этим самым поселкам. Это Сиде, Кемер, Белек. Мы больше ничего не знаем. Мы ничего не знаем. Анталия просто большой город. Ну, по сути, там, два... Миллиона, промышленный город. А по сути-то, Алания, а вот Алания, это как раз-таки, это сам город-курорт. Ну, вот я не знаю. И самое, что интересно, что туроператоры, кто работает, да, в турфирмах, они сами не знают, что такое Алания. Вот просто, ну, не знают. И вот поэтому мы... Поэтому, да, если хотите получить вот такую все-таки жизнь, как на курорте... Смотрите YouTube. Да, ну, смотрите YouTube-канал и переезжайте все-таки Аланию, потому что здесь вот городок именно курортный. Анталия немножко другая. Ну, у меня приехали же клиенты тоже, ни в Анталии, ни в Алании не были. Вначале побывали в Алании, потом поехали в Анталию посмотрели. И говорят, если в Алании они постоянно, ну, восхищались, и, то есть, думали, что хуже, но в результате лучше было. В Анталии они, наоборот, разочаровывались. Тут шикарные виды, такая набережная. Ну, во-первых... Это такой город, ведь, на релакс. Здесь какой-то город, здесь на релакс, как любой курортный. Анталия – это уютный городок, это курортный городок. А Анталия – это более миллионник, это торговый. Ну, как бы, похоже на наш город, только с морем и горами. Да, вы приедете просто в Аланию, думаю, все поймете сразу. Да, я один раз приехал, влюбился, и год я думал о том, как сюда просто переехать. Не пожалел же. Да, куда вообще рай просто. И хочется сказать, что лучше попробовать и пожалеть, да, там, сделать какие-то... Чем не попробовать, и всю жизнь потом жалеть. Так что не бойтесь менять свое место жительства. Эльмир. Да. Следующий вопрос тебе, опять же, как к одинокой девушке. Как же. Ну, за тема, что у нас сегодня, давай поженимся. Ну, серьезно, просто, ну, мне пишут эти вопросы, там, мужики пишут, там, только Наташи туда едут. Ну, знаешь, это стереотип, что здесь... Кстати, я Наташа. Ну, вот, да. Но они имеют в виду плохое, да, вот это слово, что Наташи, там, то есть, там, которые на турков прыгают, там, вешаются. И что реально здесь какие-то турки такие агрессивные, там, на коне прискочит тебя, хоба, и ускакал. Нет, что касается турков именно в этом регионе, я, да, я поездила по Турции, видела такие районы, как Каш, Каппадокия, Конья. Да, они много отличаются, потому что у нас город интернационал, здесь очень культурный народ, здесь мегабезопасный город. Внимание от мужчин, конечно, есть, но это более куль... И, кстати, хочется еще сказать, я всегда говорю, но не обижая наш русский народ, русскому человеку, а именно мужчине, еще нужно поучиться культуре у турка. Вот такая маленькая романтики, они прям такие романтики. Да, да, это очень уважительные люди, то есть, никогда тебя не затащат, не потащат куда-то, не оскорбят. Ну, то есть, нормальный, культурный, уважающий себя турок никогда не позволит... Я, кстати, как-то и по соседям заметил, что они очень как-то уважают вот это личное пространство, что вот в бане, не знаешь, ну, все время так очень-очень так обходительно, никогда к тебе не залезут лично. Да, отельный отдых, это отельный отдых, такой отдых уже, как житие, бытие здесь в Турции, в Алане, это с ним другое. То есть, ты уже соприкасаешься со всей культурой, мужчин, женщин и так далее, ну, и вообще в целом жизни здесь. Хорошо. Уже понимаешь. В Астрахань не ходишь обратно? Нет, как в страшном сне. Очень, конечно, печально, да, это мой родной город, но, к сожалению, нет. У меня осталась мама там, ну, мы ее в будущем хотим перетащить сюда, чтобы она здесь жила, на Средиземном море. Вот я из твоих родителей агитирую. Моя мамочка приедет, как только, то есть, у нас изначально был план, что она будет жить со мной. Ну, вот просто карантин вмешался в наши, как бы, планы. Да, переезд, переезд. Да, сейчас, как только откроются рейсы, она приедет, будет жить со мной, кстати, а она уже ждет, не дождется. Ей 70 лет, кстати, она не боится переезжать, кстати. Инициатива была от мамы. Да, кстати, даже инициатива была от мамы. Вот мама с папой, вы же смотрите мой канал, я тоже хочу, чтобы вы сюда переехали. Давайте, давайте. Здесь для пенсионеров вообще рай. Для пенсионеров тут вообще рай, они так здесь живут, они, ну, не знаю. Смотришь и удивляешься, как же. Сидят на лавочке вечером, тепло, смотрят на вот это море, книжку кто-то читает. Гуляют, я смотрю, там вдоль набережной гуляют. В этой красоте, там кто любит цветы, я не знаю, мама-то у меня вообще там. Моя тоже, моя тоже. Ой, тут вообще она будет каждым в этом. Так что давайте. В общем, ребят, по интервью все, спасибо вам, девочки. Приезжайте. И мы сейчас еще фонтан уже поснимать. Будут вопросы, пишите. Да, комментарии пишите, будем отвечать. Окей? Все. Всем спасибо. Пока-пока, ждем. Пока-пока. Да еще не пока. Вот так. Сколько же... Сколько же градусов наш Рамиль? Сколько в нем градусов? Сколько в тебе градусов? 35. Так, друзья, на самом интересном месте, как всегда, у нас села камера, но я на телефон все-таки хочу снять эту красоту. Смотрите, куда мы приехали. Красота, конечно. Неописуемая. Очень сильная. Все, на этом мы завершаем наш сегодняшний репортаж. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Хорошо, что камера села. Вместе с нами, будем всем рады. Пишите, звоните. Да. Оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok